Седьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 1961. Тема «Проповедь благовестия». Ясно, что никто не отменял повеление Христа идти в мир и проповедовать о спасении, о его голгофской жертве и о скором его пришествии. «Наученные монахами, многие пошли в обратном направлении, в пещеры, в скиты. Были ли им от Бога наставления, предупреждения, что они делают это не по Евангелию?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «В апостольские времена, когда не было еще выдумано монастырей и монашества и прочего молчальничества, но каждый проповедовал истину пред внешними, тогда и вопросы такие даже не возникали». Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 5-7 стихи. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Аполлоний, 31 марта. «Святой отец наш Аполлоний, будучи 15 лет от роду, отрекся от мира и, предавшись иноческой жизни, поселился во внутренней пустыне, где и прожил в одной горе 40 лет. Приобрев с детства навык к добродетельной жизни, он совершил великие подвиги и за это удостоился такой благодати, что однажды услышал голос Божий, сказавший ему, «Аполлоний, иди теперь в места населенные, ибо надлежит тебе родить для меня избранных людей». После сего он немедленно же отправился в ближнюю пустыню и, нашедший там в нижней части горы небольшую пещеру, поселился в ней. Тут он занимался тем, что, преклонив колено, в течение целых дней молился Богу. Пустыня эта была расположена вблизи населенных мест и, посещая по внушению Святого Духа эти места, преподобный собрал около себя большое общество иноков. Числом около 500 человек, и наставил их в различных подвигах иноческой жизни. Емелиан, 18 августа. Когда до Армении дошел слух, что нечестивые римские императоры Диоклетиан и Максимиан воздвигли в Европе жестокое гонение на христиан, то Емелиан воспламенился святой ревностью о правой вере и, горя любовью ко Христу до готовности принять смерть за него, вознамерился идти в те страны, чтобы там проповедовать язычникам имя Христова и отдать за Господа своего жизнь свою. Блаженный Емелиан был для всех примером святости, ибо и днем, и ночью он упражнялся в молитве и проповедании Слова Божия. Вступив в управление своей упаствой, он правил ее доблестно, наставляя стадо Христова и делом, и словом, причем чудесно исцеляя болезни и врачуя благодатью Христовую тела и души человеческие. Он и многих из неверных обратил к христианской вере.